Привет! Это очередное устройство от компании Sanof. Это реле в подрозетник Zigbee из линейки ZB Mini X3. Только данная модель ZB Mini R2. Предыдущее было реле в подрозетник ZB Mini L2. Первое реле было вообще отличное, я такое сам лично использую и делал на нем видео. Данное реле чуть других размеров, но примерно одинаковое. 39,5х33 мм и вглубь 16,8 мм. Работает по протоколу Zigbee. Питается естественно от 100 до 240 вольт. И максимальная нагрузка, которую держит 10 ампер. Предыдущая версия была 6 амперная. У Sanof линейка Zigbee устройства идет в оранжевых упаковках. А сами устройства обычно белые, но могут быть с оранжевыми вставками. Как например какой-нибудь там градусник у него, оранжевая металлическая площадка. Ну а данное реле почему-то серое. Может быть оно в дальнейшем превратится в 3D устройства. Все-таки 3D устройства мне кажется они ассоциируются с серым цветом, но не знаю. Это конечно только мои исключительно догадки. Ну а теперь давайте рассмотрим данное реле в подрозетник поближе. Значит, ну во-первых, оно требует подключения нуля. То есть здесь подключается и фаза, и ноль. И точно так же идет у нас дальше на источник, которым мы будем управлять. И две кнопки S1 и S2 это для подключения клавиши выключателя. Вообще не знаю, я всегда считаю, что когда нет нуля, это гораздо лучше. Потому что во всех старых подрозетниках с выключателем у нас нуля там нет. Но здесь зачем-то они выпускают с использованием нуля. Ну а вот справа версия ZB Mini L2, в ней нуля нет. По размерам. Значит в ширину они примерно одинаковые, но буквально может быть на миллиметр. Новое реле побольше. В высоту новое реле повыше. Повыше где-то миллиметра на 3. А вот если мы вглубь смотрим, то вглубь оно меньше. И на самом деле глубь это самое основное для таких реле в подрозетниках. Так как в основном именно по глубине у нас упираются выключатели. И здесь чем меньше глубина, тем лучше. Далее за кадром я разобрал устройство. Посмотреть, что же там у нас внутри находится. Итак, у устройства есть предохранитель. Уже неплохо. И обратите внимание, как все скомпоновано близко. ZB контроллер здесь EFR32M G21. А вот насчет реле здесь непонятно. Какое оно? То есть я не вижу ни с одной, ни с другой стороны никакую шелкографию на этом самом реле. Но зато отсюда видно, почему собственно реле меньше еще не делают в подрозетниках. Потому что и так место занято просто все на плате. И вот компоновку, например, деталей можно сравнить с ZB Mini L2. Я его тоже разобрал. В принципе тут можно посмотреть, что еще местечко даже немножко было. Потому что реле здесь вертикальное. Но за счет того, что оно здесь стоит вертикально, во-первых, мы видим конечно шелкографию его. А во-вторых, мы из-за этого вот глубину как раз таки, у нас глубина увеличена. Вот за счет того, что они это реле опустили вниз. Вот оно 8 амперное, можете заметить. Из-за этого у нас и глубина уменьшилась. У ZB Mini L2 тоже чип EFR32M G21. И у ZB Mini R2 такой же чип. Единственное, что платка немножко другая, она поуже. Ну а так в принципе то же самое. Но реле здесь должно быть немножко другое. Которое выдерживает 10 ампер нагрузки, а не 6.8 как в ZB Mini L2. Добавил эту релюшку в Evelink. Добавил через шлюз NS Panel Pro. Ну и здесь вот по сути видите одна большая кнопка посередине. Включение и выключение самого реле. Далее есть здесь расписание, таймер, цикличный таймер. Но здесь как обычно у любых выключателей и у реле. Там мы выставляем расписание по дням, по часам. Версия прошивки здесь 1.01. Какие у нас здесь есть настройки. Ну первое. Режим переключателя. Здесь мы выбираем. У нас либо это выключатель, да, либо переключатель. Вот у меня сейчас стоит тут переключатель, да, по переключению. Вот, как обычный выключатель. Если у вас клавишный, то вы выбираете режим по нажатию. Это как раз режим, отвечающий за подключенные к нему неумные выключатели. Ну и третий режим. Это повторение. Это вот видите описание. Подключите к переключателю с функцией переключателя SPDT. Или подключить к датчику с сухим контактом. Состояние реле будет соответствовать состоянию внешнего переключателя. Или внешнего датчика. Ну грубо говоря, если мы единичку и ноль подаем на выключатель, следовательно он будет там реагировать на это все дело. Ну и есть вот функция независимого реле. Эта функция как раз таки отвязывает выключатель от кнопки. Вот сейчас видите, я кнопкой включаю-выключаю реле. Если независимый реле включил, но надо сохранить настройки, то я уже выключателем не могу управлять. Я его отвязал от реле. Ну в общем такая же функция есть только у выключателей Акара. То есть отключение реле от выключателя. Собственно это главная фишка данного реле. В настройках здесь также есть журнал. Ну он же лог. Здесь описывается когда устройство было включено, когда было выключено. В общем ведется логирование. Далее есть вот пробные функции. Это турбо режим. При его включении уровень ZigBee сигнала должен увеличиваться. Также можем выбрать состояние после включения. То есть включить, выключить, либо оставить то, которое было до выключения. Есть еще включить на время функция. Собственно этой функцией мы делаем из этого реле импульсное реле. То есть мы подаем импульс на какой-то промежуток времени, который мы выставляем вот именно в этом пункте меню. В Evelink здесь в приложении в принципе больше ничего и нет. По поводу подключения. Значит как я все это дело подключил. Я взял вот этот вот выключатель. У него провод зеленый и синий идет. Они вот в соседние контакты идут. С1, С2. То есть просто напрямую я от выключателя два провода подключил. А далее два провода у меня идет к фазе к нулю, который IN. И с щитой 220 вольт. И из OUT у меня к выключателю идет тоже фаза и ноль. И в принципе таким вот образом все это и работает сразу из коробки. Также можно посмотреть на сайте Sanof. Там есть еще варианты подключения как проходного выключателя. Sanof свое устройство в ZigBee 2MQTT поддерживает сразу. Поэтому реле добавилось без проблем. Только картинка здесь оранжевая от первой версии. Но тем не менее в модели ZigBee устройство уже стоит ZB Mini R2 именно, а не L2. И обратите внимание, у меня L2 версия тоже добавлена здесь. Она у меня как конечное устройство здесь добавлена. А вот R2 версия новая, она работает как роутер. То есть как устройство, к которому ZigBee устройства подключаются для расширения ZigBee сети. Версия прошивки здесь также пишется 1.0.1. И вот посмотрите как много функций в свойствах. То есть если брать L2 версию, здесь вот включение-выключение и последнее состояние после подачи питания. А вот здесь, в новой версии R2, здесь прям много-много разных функций. В общем помимо того, что реле просто включается-выключается и запоминает последнее состояние или включение-выключение после подачи питания. Есть Turbo Mode, который увеличивает еще покрытие ZigBee сети. Санов заявляет, что до 200 метров может сигнал пробивать. Вот этот тумбер включает режим импульсного реле. То есть при нажатии на него будет реле включаться на определенное время. А вот ниже как раз-таки ползунок выставляет именно это время. То есть здесь мы можем подобрать импульс, на который нам нужно включать реле. Далее у нас тумблер, который отвязывает реле от клавиши выключателя. Вот у меня он сейчас был включен, сейчас выключил его. Значит при включении его у меня выключатель работает вот по клавише. Когда я данный режим включаю, то клавиша у меня перестает работать. External Trigger Mode это как раз-таки мод, который ждет внешнего воздействия какого-то. То есть внешний импульс какой-то. И вот что он по этому импульсу будет делать. А вот этот следующий пункт с тремя блоками не очень непонятен. То есть я его понял как управление каким-то двигателем. То есть здесь мы можем включить-выключить, также время выставить его. Но это именно какие-то импульсы для управления двигателем будет подавать. Ну и последнее это уровень сигнала. И вот казалось бы много всяких параметров. И Turbo Mode, и отвязка клавиши, и все замечательно. Поэтому реле себя оправдывает. Но на самом деле, смотрите, если вот посмотреть в состоянии, да, какие кластеры приходят. То при включении-выключении у меня вот только меняется состояние On на Off. Ну и уровень сигнала еще. И все. А здесь нету ни состояния, именно клавиши. Поэтому, когда я отвязываю, например, выключатель от самого реле и иду в состояние, у меня состояние никак не меняется вообще. То есть я отслеживать выключатель отдельно не могу. Ну то есть для чего мы отвязываем реле? Да, чтобы выключателем управлять чем-то другим. Путоряю, реле, чтобы не щелкало. А тут мы наоборот реле управляем, чтобы выключатель не трогать. Ну то есть как-то бессмысленно это все. Возможно, это в прошивке в следующей версии исправят. Но пока эта функция отвязки реле от выключателя совершенно бессмысленная. Поправьте меня в комментариях, если я вот не прав. Так, ну в принципе на этом, пожалуй, все. Вот такое вот неоднозначное, на мой взгляд, реле. Да, оно Zigbee. Да, оно как роутер используется. Да, оно там на 200 метров сигнал будет пробивать, заявлено. Но в принципе у Sonoff сейчас все устройства, которые с подключением 220, имеют эту функцию. Поэтому я не знаю. А вот это подключение ноля дополнительное в выключатель. Ну я, допустим, к себе не в один выключатель, не могу его встроить. И вот хотя бы оправдывала бы отвязка от выключателя. Но она тут тоже как-то работает вроде, но только что отвязывает. А применить выключатель мы больше никак не можем. Единственное, что мне кажется все-таки, что они с обновлением вот эту функцию с отвязкой доделают. Ну потому что она какая-то неполноценная, да. Все равно оно же должно как-то отслеживать, включился выключатель или выключился. Вот данную функцию, наверное, надо, собственно, посмотреть. И вот, кстати, сейчас записываю после словия. И у меня приходит мысль, что вот как раз-таки функция вот эта с импульсом, который подается на выключатель. Если ее, мне кажется, включить, возможно, вот тогда выключатель как бы начнет распознаваться. И тогда можно вот это вот использовать как отдельный сенсор. Но вряд ли. Я, конечно, за кадром еще перепроверю чуть попозже, но нет. Мне кажется, это другое что-то. Так, ну, в принципе, на этом все. Вы в комментариях напишите вообще, оправдан ли выпуск данного реле. Вообще, зачем она нужна. Может быть, я что-то не понимаю. И вы действительно его долго ждали. И хотели вот именно вам ZB Mini L2 чем-то не хватало. Вот и вам нужна была вот этот вот функционал. Именно новые ZB Mini R2 версии. Также пагетирую вас подписаться на мой телеграм-канал. А то с ютубом что-то все хуже и хуже. И неизвестно как, что дальше будет. А в ВК меня никто не смотрит. И на Рутубе. Ну, а на этом, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч.